Бесконтактные платежи набирают все большие обороты, однако производители не спешат радовать покупателей большим количеством бюджетных смартфонов с NFC, без которого невозможно произвести бесконтактную оплату. На это есть несколько причин, в том числе экономия на компонентах и активное использование металлических корпусов. Дабы облегчить ваш поиск подобных гаджетов, мы предлагаем 12 смартфонов с NFC, модулем, актуальных в 2019 году стоимостью до 12 тысяч рублей. Нокиа 3.1 Самый бюджетный и актуальный в 2019 году смартфон с NFC, причем еще и от известного бренда. Его можно купить всего-то за 7,5 тысяч, то есть грубо говоря за 110 долларов. Естественно, рассчитывать на мощное железо не стоит, но все-таки набор базовых функций смартфон обеспечит. 5-дюймовый экран в сочетании с 8-ядерным Mediatek MT6750, 2 или же 3 гигабайтами оперативки, 16 или 32 гигабайтами внутренней памяти, а также с основной 13-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной фронталкой. Батарейка при этом используется на 2990 мАч без какой-либо быстрой зарядки, ну и в качестве операционки установлен 8-й Android. Короче говоря, Нокиа 3.1 явно полностью отбивает свою стоимость. ЗТЕ БЛЭЙД В8 ВИТА Приобрести такое устройство вы сможете начиная от 8 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько потребуется оперативки и внутренней памяти. 2 на 16 или же 3 на 32. Основными отличиями в сравнении с Нокиа 3.1 будут 5,5-дюймовый HD плюс экран, Snapdragon 435 и сдвоенная камера. Во всем же остальном он примерно точно такой же. Никакой быстрой зарядки и 8-й Android. Из приятного наличия сканера отпечатка пальцев, ну а из минусов всего-то 5-мегапиксельная фронталка. Huawei Honor 7C Интересное бюджетное устройство, также со сдвоенной камерой, но с более интересной фронталкой, стоимость которого начинается от 9 тысяч рублей. И в данном случае вы сможете получить 3 или же 4 гигабайта оперативной памяти в сочетании с 32-мя встроенной. В качестве сердца смартфона используется Snapdragon 430, а заценить все его прелести вы сможете с помощью 5-7-дюймового HD плюс экрана. Nokia 5.1 Первый смартфон с Full HD экраном, при этом с диагональю 5,5 дюймов под управлением 9-го андроида. Здесь в качестве чипсета используется Helio P18, а объем оперативки составляет 2 гигабайта, при этом внутренней памяти 16. Из приятного у вас будет основная 16-мегапиксельная камера, пусть и один модуль, ну и достойная 8-мегапиксельная фронталка. Стоимость Nokia 5.1 начинается от 9,5 тысяч рублей. У нее, само собой, включена небольшая переплата за бренд, но в принципе за эти деньги смартфон отличный. Blackview BV5800 PRO Помимо NFC отличается наличием огромной батареи и защиты стандарта IP68, то есть корпус водонепроницаем и способен выдержать удары и падения. Стоит подобное устройство в районе 9,5 тысяч рублей и, конечно же, начинка у него скромная. 4-ядерный Mediatek MT6739, 2 гига оперативки и 16 постоянной памяти. При том вы получите, что немаловажно, сдвоенную камеру и даже неплохую фронталку. Также имеется сканер отпечатка пальца, поддержка беспроводной зарядки, а на борту смартфона установлен Android 8. В общем-то, если выбирать между Nokia 5.1 и данным Blackview, я бы остановился на последнем. Далее, наш старый приятель Asus Zenfone Max Pro M1. Отличное устройство, стоимость которого начинается от 11 тысяч рублей. Если вы хотите больше деталей, прямо сейчас появится подсказка на видос, где я подробно рассказываю о его плюсах и минусах. Вкратце, могу лишь сказать то, что смартфон выглядит дорого, внушает доверие, у него отличная камера и батарея аж на 5 тысяч миллиампер часов. Биг-Ю Акварис V16 Гигабайт Стоимость смартфона начинается от 10 с половиной тысяч рублей. За эти деньги мы получаем 8-ядерный Snapdragon 435, 2 гигабайта оперативки и 16 постоянной памяти, конечно же с возможностью расширения, и 5,2 дюймовый экран с HD разрешением. На первый взгляд слабовато, но все не так просто. В случае с камерами используется отличный основной модуль от Sony и фронталка от Samsung. При этом у вас будет батарейка на 3100 мАч с Quick Charge 3.0. В общем-то, неплохое устройство в классическом дизайне от BQ. Alcatel 5V Шикарный безрамочник с монобровью, всего-то за 11 тысяч рублей. Да, здесь мы не получим Snapdragon, ведь используется Mediatek Helio P22, но все-таки у вас будет 6,2 дюймовый Full HD экран, 3 гига оперативки с 32 встроенной, батарейка на 4000 мАч, достаточно слабенькая основная камера, пусть и сдвоенная, но при этом 8 мегапиксельная фронталка. И важно понимать, это пока что самый дешевый безрамочник с NFC. И прежде чем перейти к следующему смартфону, настоятельно рекомендую подписаться вам на наш канал, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. Motorola Moto G5S Motorola Moto G5S Практически Moto Z Play, но дешевле. Да, его стоимость начинается от 11 тысяч рублей, за которые вы получите IPS-экран с диагональю 5,2 дюйма, Snapdragon 430 и 3х32 памяти. Из основных достоинств я бы отметил, классический приятный дизайн, сканер отпечатка пальцев в основной кнопке спереди и 16 мегапиксельная основная камера, способная делать шикарные фотографии. Короче говоря, достойное решение от Moto. Sony Xperia XA1 Строгий, в какой-то степени классический смартфон от Sony, всего-то с 5-дюймовым HD-экраном, базирующийся на Mediatek Helio P20, с 3 гигабайтами оперативки и 32-мя постоянной. Все более чем примитивно и за такие деньги кажется многовато, ведь дабы его приобрести потребуется аж 12 тысяч рублей. Однако, должны же были Sony чем-то отличиться, и они это сделали. Основная камера получила шикарный модуль на 23 мегапикселя, а фронталка 8. Все это, конечно, неплохо, если бы не батарейка, всего-то на 2300 мАч, благо хоть быстрая зарядка имеется. Прикольно то, что сканер отпечатка пальца тут отсутствует. Но для фанатов Sony в бюджетном сегменте еще и с NFC модулем, получается неплохое устройство. Samsung Galaxy J5 2017 года на 16 гигабайт. Первый и последний смартфон, использующий AMOLED-экран из нашего топа, диагональ которого составит всего-то 5,2 дюйма с HD-разрешением. Процессор здесь, естественно, используется от Samsung, Exynos 7870, которые ставятся лагами и зачастую фризами. Оперативки при этом у нас будет всего-то 2 гигабайта, а внутренней памяти 16. Хорошо хоть microSD можно поставить. Да, технические характеристики так себе, но имеются и некоторые плюсы. В виде основной и фронтальной камеры, каждая из которых имеет свою вспышку, светосильную оптику и 13 мегапикселей. При этом тут не забыли сканер отпечатка в отличии от Sony. И даже батарейка используется на 3000 мАч. Что, в принципе, при HD-разрешении и неплохой оптимизации Exynos, которая, я надеюсь, есть, должна давать достаточную автономность, как минимум на сутки активной работы. Да, спорное решение, потому что это все-таки Samsung, но для любителей AMOLED-экрана и хорошей фронталки, а также фанатов Samsung, а также фанатов корейцев, я бы его мог посоветовать. Тем более за 12 тысяч рублей купить брендовый смартфон не так уж и просто. Пусть и многим в 2019 году на бренд смартфона совершенно плевать. И, наконец, последнее устройство в нашем топе Huawei P Smart. Как по мне, лучший вариант за свои деньги. Отдать придется 12 тысяч рублей, за которые вы получите. Шикарный дизайн от Huawei. Экран диагональю в 5,65 дюйма с соотношением сторон 18 на 9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей. Само собой, в качестве основы используется собственный чип Kirin 659, дополненный 3 гигабайтами оперативки. Ну и внутренней памяти по стандарту мы получим 32 гигабайта. P Smart отлично оптимизирован, выглядит он явно дороже, нежели стоит. И в случае с камерами мы получаем достаточно стандартную историю. Основная состоит из двух модулей. Один из которых на 13, а другой на 2 мегапикселя. Для создания эффекта бокая на фото. И передняя также, в принципе, традиционная на 8 мегапикселей. Естественно, у нас имеется сканер отпечатка пальца и используется 8-й Android. От себя скажу, если вам требуется отличный смартфон до 12 тысяч рублей, то как и Huawei P Smart, так и Asus Zenfone Pro Max M1 дадут вам максимум того, что вы сможете получить за эти деньги с условием наличия NFC. И, конечно же, некоторые заметили, Xiaomi, Meizu и некоторые другие бренды совершенно не засветились в нашем топе. Но они сами виноваты из-за того, что в свои устройства не ставят NFC-модуль. В общем-то, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам был полезен данный топ. Ставьте лайки, пишите свои мысли в комментариях. Удачи и до новых встреч.